Это новости на Хабар 24. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Президент Казахстана Касамжумар Тукаев принял председателя правления Казмуна и Газа. Али Кайдарбаев рассказал главе государства об основных итогах деятельности национальной компании за 4 месяца этого года. В частности, о реализации крупных инвестиционных проектов. Говорили и о планах на ближайшую перспективу. Компания готовится к выходу на IPO. Касамжумар Тукаев поручил завершить все начатые проекты в установленные сроки и указал на необходимость развития корпоративного управления, привлечения в национальную компанию лучших молодых специалистов. Сегодня же глава государства Касамжумар Тукаев принял председателя Союза писателей Казахстана Улыгбека Ездаулета. В ходе беседы обсудили актуальные тенденции в современной отечественной литературе. Улыгбек Ездаулет ознакомил главу государства с текущей работой и с планами Союза. Рассказал о подготовке к форуму писателей стран Азии, который состоится в этом году в Казахстане. Касамжумар Тукаев обратил внимание на важную миссию литературной общественности по укреплению духовного потенциала нации. Президент высоко оценил работу Союза и пожелал казахстанским литераторам творческих успехов. Председатель Сената парламента Дариган Зарбаева и президент Армении Армен Циркисян договорились о сотрудничестве между законодательными органами наших стран. Встреча прошла в Алматы на полях Евразийского медиафорума. Также стороны подчеркнули актуальность диалога, который состоялся на днях между депутатами группы Дружбы Сената Казахстана и надсобрания Армении. Во время беседы со старшим вице-президентом по партнерству и диверсификации Евроньюз Костасом Окиновым председатель оргкомитета медиафорума Дариган Зарбаева отметила, что открытый разговор представителей крупнейших медиаструктур направлен на сближение непримиримых позиций, взаимопонимание и толерантность и объединение усилий для решения общих проблем. В Алматы продолжается 16-й Евразийский медиафорум. Сейчас все в ожидании церемонии награждения глобальной молодежной премии. Она начнется буквально через полчаса. Ее вручают средства массовой информации, готовым слышать молодое поколение и отражать их взгляды в своих работах. Первые подробности мы узнаем у моей коллеги Анастасия Валикжанина с нами на прямой связи. Добрый день, что это за премия и известны ли имена победителей? Добрый день, Динара. Надо сказать, что международную премию Global Youth and News Media вручают впервые. В этом году акцент сделали на проблемы экологии. Мы уже знаем победителей. Первое место досталось команде из Парагвая. Она рассказала о вырубке лесов в их регионе, используя минимум средств, только иллюстрацию. Идея была нацелена на молодое поколение. После такой инициативы президент страны запретил вырубать леса. У обладателя второго места международной премии нам удалось взять эксклюзивное интервью. И вот что он сказал. В Индии есть город Лакхнау. Уровень загрязнения воздуха стал сильно расти. Лакхнау чуть ли не попал в десятку самых грязных городов Индии. Наша газета решила обратиться к молодой аудитории. Мы пошли в школы. Издание продемонстрировало солидарность со всеми жителями и придумало, как можно изменить ситуацию. Мы выдали людям черные маски, на которых наклеили смайлики. Школьники, студенты, спортсмены стали их носить и привлекли внимание правительства. Местные власти отреагировали и приняли ряд мер. Внесли закон, позволяющий проверять транспорт, который загрязняет воздух. Кроме того, перенесли автобусные остановки. Ну вот это еще один пример, как СМИ работает с молодой аудиторией. Все друг друга слышат, понимают. К этому часу у меня все. Спасибо, Анастасия. На прямой связи с нами была Анастасия Валикжанина. Президент Армении участвовал в создании Евразийского медиафорума и считает, что данная площадка стала институтом, который имеет огромное влияние не только на журналистскую среду, но и на все понятие евразийства. Об этом и не только. Армен Саркисян рассказал в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Смотрите сегодня в 20.00 в вечерней информационной программе. Предпринимательские компетенции необходимо развивать со школьной скамьи. Об этом заявили на третьем международном форуме в столице. В нем приняла участие заместитель премьеры-министра страны Гульшарабды Каликова. Креативность и дизайнерское мышление обязательны для современной молодежи, чтобы быть востребованными в 21 веке. Кроме того, в юном возрасте легче обучиться, получить опыт на собственных ошибках, считают эксперты. В рамках мероприятия прошли мастер-классы по разработке стартап и идей. А эксперты обсудили основные тренды и проблемные вопросы. По их мнению, для стабильности экономики доля малого и среднего бизнеса должна достигать 40%. По поручению первого президента в этом году запущен национальный проект по поддержке молодежи «Жастар Ельтрега» с охватом 1 миллиона человек в течение трех лет. Его реализация будет осуществляться по двум направлениям – «Жаст Маман» и «Жаст Каскор». Проект «Жаст Маман» предусматривает подготовку специалистов по 100 наиболее востребованным индустриальным и сервисным профессиям на базе 200 модернизированных учебных заведений. Алматы Менеджмент Университет – это ресурсный центр для других университетов, для того, чтобы продвигать какие-то модели, компетенции предпринимательского образования, либо давать технологии обучения. Здесь собрались все экспертное поле, вся экспертная площадка для того, чтобы обменяться современными трендами. Европейский Союз, Британия, Германия, Россия, страны Азии. Китай сейчас очень серьезно представляет предпринимательство, потому что мы сейчас все понимаем, что без предпринимательства, без малого и среднего бизнеса невозможно устойчивое развитие экономики. Принципы непрерывного образования были в центре обсуждения сегодня в столице. Представители профильных министерств более двух десятков стран приехали на международную конференцию, чтобы поделиться своим опытом. Среди прочих вопросов и новые формы обучения, языковая политика и цифровизация сферы образования. Также в работе конференции приняли участие международные эксперты, в том числе и из штаб-квартиры ЮНЕСКО. Ученые в один голос отмечают, Казахстан в преобразованиях учебного процесса идет в правильном направлении, однако работы еще много. Это и переподготовка преподавательского состава, наличие современной инфраструктуры, а также доступность средне-специального и высшего образования. Но самое главное – переформатирование общества на психологическом уровне. Поэтому, как это делать, как привлечь, как среди молодежи уже новые навыки, новые привычки обучить и знать, чтобы то, что они получили после окончания или средней школы, или высшей школы – это только начало. Для этого это важно. Почти на 7% снизился производственный травматизм на казахстанских предприятиях. Больше всего травмы и увечья на производстве получали работники горно-металлургической и строительной отрасли. Это следствие небезопасных условий труда, отсутствия средств индивидуальной защиты и недостаток обучения правилам техники безопасности. Будущее в сфере охраны труда в эти дни обсуждают на 9-й казахстанской международной конференции. По данным министра труда и социальной защиты населения Бердебека Сапарбаева, в ближайшие пять лет ведомство намерено провести комплексную работу по повышению эффективности госконтроля на отечественных предприятиях. Дорожная карта уже разработана. Вместе с этим повсеместно на производствах будут внедрять новую программу управления профессиональными рисками, чтобы добиться нулевого травматизма. Есть специально семь таких правил, которые они разработали. И для того, чтобы эту программу наши работодатели воочию услышали, мы завтра утром будем проводить специально круглый стол, посвященный этой программе. Я думаю, она даст плоды для того, чтобы наши предприятия откликнулись и стали у себя на предприятиях внедрять подобные программы. Со стороны Министерства труда мы подготовили проект закона. Он уже сейчас внесен в канцелярию премьер-министра, который предусматривает совершенственные комплексные системы обеспечения охраны труда путем внедрения профессиональных рисков на рабочие места. И мы ожидаем, что за счет вот этих мер, которые мы обозначили, в ближайшие пять лет мы добьемся существенных результатов. В частности, снижение, прежде всего, первое, это вредных рабочих мест и второе, снижение производства травматизма. В рамках форума открыта традиционная выставка «Киош-2019». 40 компаний Казахстана, Китая, России и Турции представили современные средства защиты труда, новые разработки спецодежды, оборудование для реабилитации и профилактики. С выше 100 многодетных семей Астраханского района Акмолинской области получают адресную социальную помощь в новом формате. Теперь они могут пройти обучение по востребованной специальности, найти работу и даже начать собственное дело. Как живут большие семьи на селе, узнавала Сабина Балашкина. Салат рукола. Ну, посадили на продажу, а урожай средний, хороший урожай. Ну, не жалуюсь. Кроме руколы и салата, в цепицах многодетной семьи Щербы и Дызова растет редис и петрушка. Ухаживать за урожаем главе семейства помогает супруга. В свободное от учебы время к работе подключаются и дети. В семье их пятеро. Самому маленькому пять лет. Дети тоже, нет-нет, тоже помогаю. Семья у нас шесть-пятеро детей. Так и живем. Клиенты есть свои. Ну, на пассиану, вот, как будет, готова будет зелень. Там звоним, может. Ну, вот так и работаем. Работа Щерба и Дызов не боится. В планах расширить свой бизнес и дополнительно построить несколько теплиц. Но осилить расходы самостоятельно пока не по карману. Поэтому надеется на помощь государства. Сейчас по программе «Бастау бизнес» он учится основам предпринимательства. В дальнейшем он хочет претендовать на грант, который 200 МРП, это 505 тысяч, со своей бизнес-идеей по расширению своего тепличного хозяйства. Семья Идызова, Шербы получает на сегодняшний день адресную социальную помощь. С момента, получается, с апреля месяца посмотреть, их благосостояние семьи улучшилось. Если раньше за пятерых детей семья Идызовых получала 38 тысяч, то после нововведений государство ежемесячно выплачивает им 126 тысяч тенге адресной социальной помощи. Живем большой семьей, стараемся друг друга поддерживать, помогать. Мы помогаем маме с папой. А это семья Ибла. В огороде они выращивают картофель и лук. А чтобы не зависеть от погодных условий, мечтают построить теплицу, где будут выращивать помидоры, перец, редис и чеснок. Сейчас муж учится на этот грант, чтобы в будущем нам теплицу строить, чтобы еще пораньше продавать прибыль, чтобы было. Многодетная мать надеется, что дети продолжат семейное дело. В будущем, чтобы дети тоже знали, чтобы ценили наши труды, чтобы тоже научили, чтобы тоже поступали к лучшему, чтобы было. С начала года в Астраханском районе Акмолинской области при поддержке государства на работу устроились 17 человек. Еще 10 сельчан переобучились новым специальностям. Все они из многодетных семей. Самина Балашкина, Ермей Кенчимбек, Хабар, 24. Участковая избирательная комиссия актуализирует списки избирателей в Костанайской области. Сейчас на некоторых участках эта работа завершена на 80%. Затем начнется заполнение пригласительных для электората. Имеющих право голоса граждан в регионе, как и в целом по стране, начнут приглашать на выборы с 25 мая. За двое суток члены участковых комиссий должны дойти до каждого адресата. После того, как избиратели получают пригласительные, они должны убедиться в том, что они закреплены за нашим участком. Если они относятся к нашему избирательному участку, но их нет в списках, то они должны прийти на наш избирательный участок с адресной справкой и мы их вносим в списки. Казахстан Отличительными лупами для слабовидящих граждан. Проделана большая работа и по синхронизации всех существующих баз данных для уточнения списка избирателей. Всего в регионе насчитали 965 тысяч 105 человек. В результате произошло увеличение количества избирателей по состоянию на 20 мая 2019 года. Если сравнить с состоянием на 1 января 2019 года, произошло увеличение. Я думаю, это связано с тем, что более корректные стали списки избирателей. Сейчас пошел процесс уточнения этих списков избирателей. Немецким журналистам, политологам и экспертам рассказали о том, как Казахстан готовится к президентским выборам. В Берлине в ходе брифинга посол нашей страны Булат Нусупов ознакомил общественность с кандидатами в президенты и их программами. Также он отметил, что следить за процессом будут международные наблюдатели, в том числе от таких организаций, как ДИПЧОБСЕ и Миссия Пасе. В день выборов 9 июня казахстанцы, которые проживают в Германии, смогут проголосовать в здании посольства нашей страны в Берлине. Еще один избирательный участок откроется в генеральном консульстве, которое расположено во Франкфургсенамайне. Я думаю, Казахстан хорошо подготовился к выборам. Я сам в 2016-м ездил в Казахстан в качестве наблюдателя. Я предполагаю, что эти выборы также будут хорошо организованы и 9 июня народ Казахстана сможет определиться со своим избранником. Я надеюсь, что Казахстан будет придерживаться политического курса, направленного на стабильность и развитие экономики. Для граждан Казахстана, которые будут находиться в день выборов в Азербайджане, будут созданы необходимые условия для голосования. Об этом сообщил посол Казахстана Бейбат Исабаев на брифинге, посвященном внеочередным президентским выборам. При посольстве Казахстана создан избирательный участок номер 262, где все граждане нашей страны в день выборов смогут проголосовать с 7 утра до 8 часов вечера по местному времени. Как сообщил дипломат, ожидается, что в целом за выборами будут следить более тысячи международных наблюдателей. 125 из них и 50 представителей СМИ уже прошли регистрацию. Представители Азербайджана также приглашены в качестве наблюдателей за выборами президента в Казахстане. Они примут участие как от страны, в том числе от Центральной избирательной комиссии Азербайджана, Мили Маджилис Азербайджана, так и в составе миссии международных наблюдателей от различных международных организаций. По имеющейся информации, в состав азербайджанской делегации предварительно входит более 40 человек. Продолжаем выпуск. В Украине распущена Верховная Рада. Сегодня вступил в силу соответствующий указ президента Владимира Зеленского. Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля. Кабинет у министров поручен обеспечить финансирование процесса. Зеленский заявил о намерении распустить Раду сразу после инаугурации 20 мая. Очередные выборы в законодательный орган планировались в октябре, но теперь у депутатов осталось около двух месяцев работы в нынешнем составе. Двое казахстанцев из девяти пострадавших в ДТП в Италии еще находятся в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщил официальный представитель АМИД Казахстана. Среди раненых нет детей, но есть пожилой 70-летний мужчина. Наш дипломат находится рядом с отечественниками и оказывает им всю необходимую помощь. Родственники пострадавших граждан уже оповещены о произошедшем. Связаться с посольством Казахстана в Италии можно по номеру, указанному сейчас на ваших экранах. Известно, что авария произошла неподалеку от Флоренции. Автобус на полной скорости провел защитное ограждение на шоссе из Сиенова в Флоренцию, упал в кювет и перевернулся. Среди пострадавших также туристы из России, Армении, Молдавии, Грузии и Украины. Гид группы погибла, свыше 30 получили ранения. Причина ДТП пока неизвестна. На сегодняшний день в больнице остаются два наших граждана в тяжелом состоянии. Итальянские медики проводят полные обследования. Думаем, что в ближайшие дни они дадут свое заключение. Будем связываться с нашей санитарной авиацией по возможности вывоза наших граждан. Если это позволит. У одной гражданки перелом трех ребер, ключицы и многочисленные ушибы. А у другой гражданки нашей подозрение на перелом трех позвонков. На этом пока все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова